Так, ну вот я пошел за все уступки, в общем приспособил Данила и теперь вы ищу, иду следить за это. Супруга подарила мне не какой-то праздник, не помню только какой. Так, ну что, смотрим, в принципе подбали туда, куда и нужно. Куда и нужно. Давай опять. Так, ну теперь, для чего я склею скотч, для того, чтобы сверло не сошло. В общем, одним словом для удобства. Так, теперь уже большим сверлом пошел исхожу. Да нет. Не буду лишать тебя этого удовольствия. Так, двенадцатый сверло. Опять смотрим. Ну, в принципе, нормально. Так, ну теперь мы идем побольше, ясно, в основном. Так, ну, в принципе. Так. 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 Ну, чтобы не бегать, покажу вам еще одну приспособу. У него есть пластиковые клубы. Так. 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 в принципе конечно подходит немножко разработаем так смотрим куда мы попали попали туда куда нужно обычно когда работаешь да николай вот так вот увидели что там у тебя какие-то проблемы дверь этот инсталлятор сделан таким образом что вот эта часть еще крепится к стенке опирается вот так как здесь у нас иная ситуация то есть вот эти крепления не будут опираться в стенку я думаю особого вреда не причиняем то есть будет надежно и и и и Обязательно используйте изоляционный материал между керамикой и самим креплением. Вот, в принципе, хороший пример, когда люди спрашивают, сколько стоит установка унитаза. Сейчас вы побываете в том же состоянии, когда находится каждый мастер, сколько за него брать? Вот и поэтому нужно задать себе вопрос. Вернемся к нам по поводу установки. Когда в смете указывают сумму за установку унитаза и за установку у инсталлятора, клиенты и заказчики, конечно, задают вопрос. А почему такая цена за установку? Что по этому поводу можно сказать? Есть хорошая, великая мудрость такая, история такая, недавно я ее услышал. В общем, ситуация такая. Завод там, суперкуптор там, не знаю, по изготовлению чего-то, короче, остановился. То есть прекратил свою работу. А причина в том, что какие-то посторонние звуки от самого двигателя, там реактор, цех здоровый, огромный. Ну, вообще, предполагается, да, завод, не помню, изготовление чего, но какое-то важное. В общем, ситуация такая. Начинаете сказать специалистов. Меха специалистов. Сломит москву. Меха специалистов. А, скажу, не знаю, что делать. Как бы сказать, вспоминает, что у них в поселке живет бывший сотрудник, деток такого возраста, уже пенсионер, отработавший по... Все, как бы сказать, по чистой совести. В общем, он один только. Приходят к нему. Ну, сначала с такими просьбами, мол, нужно восстановить, запустить, а иначе нам капец. Он говорит... Один миллион долларов. Вот ты, ни хрена себе, ты в своем уме? Такая сумма. Ну, не хотите, вон, дверь идите, все. Я ничего не знаю, я пенсионер. Восстанавливайте. Вызывайте с Москвы, там я не знаю кого. В общем, уходят. Говорят у кого отцу, то что, вот. Он просит один миллион. И... А выхода нету. Вот, в общем, по дому, по дому по ней и, в общем, пришли к такому решению. Ну, что ж, придет выплачивать ему деньги. А, как всегда, такие трудные ситуации. Вот. И, по сути дела, и они большой заказ потеряют, этот завод. Вот, в общем, ситуация какая. Ну, короче, соглашаются. Приходит дед. Старенький такой. Вот, раз, зашел, послушал. Посмотрел, а большое такое здание, в общем, там, какой-то реактор либо двигатель. Вот. И одному говорит, включи-ка. Ну, раз, включай, щелк. Сигнал такой. Ага, все, выключай. Все сморт на него такой. Ну, чё, чё, чё? Ну, чё, чё случилось? Он молчит. Задумка, как бы. Опять, включай. Раз, шелк. Поход к одному месту, короче. Раз, прислушиваются. Всё, выключай. Ну, вот, в общем, ну, чё, дед, дальше чё делать? А есть ли тут у вас крепкий такой человек? И кувалдочка нужна на килограмм десять. Мол, ты чё, говорит, смеешься? Чё, говорит, хочешь? Расхреначь ты пейсал вот этой кувалдой? Да нет, говорит, есть. Вот, в общем, находим у кувалду Кребыша. А этот дедок старый показывает этому Кребышу. Мол, бей сюда, что есть дурь. Со всей силы. Вот то, что вся тебе мощь есть, бей сюда. Все на него смотрят. Бей, я сказал. Намахивается, короче. Хера по этой бадье. От пустоты вот это так по заводу, эхо по всему заводу такое вот с грохотом. Вот. Ну, дед такой постоял. Все. Давай миллион. Ты, говорит, ну дед, молодец, говорит. Давай, говорит, запустим. А чё, говорит, запускать? Я, говорит, знаешь, что будут работать. Нет, говорит, давай я проверю. Ну, в общем, чемодан, тут денег лежат, короче. В общем, давай, включай. Раз, включают, короче, на кнопочку нажимают. Вот. И тут такая неожиданность для всех. А все, наверное, ждут той же тишины, которая и была. Шелчок от тишины. И запускается двигатель, и шум такой. В общем, салон. Салон. Вот. Ну, тут, короче, с дедком разговаривать. Слушай, говорит, ну ты, говорит, жук. Действительно, говорит, ты жук. Он говорит, почему, говорит, жук. Целый, говорит, лимон долларов, ты, говорит, попросил. Для того, чтобы не сам, а еще, говорит, люди, говорит, ударили по этому куалточкой. Поэтому, говорит, реактор, говорит, ты смотри, говорит, заработал. А чё, говорит, все, так будет работать? Работать. Не переживай. А если, говорит, не будет, еще миллион готов. В общем. А он им говорит такую ситуацию, такое слово. То, что, вы знаете, говорит, вот за удар, говорит, я, говорит, взял один цент. Вот, говорит, вот возьмите с этих денег один доллар и заплатите этому человечку, кто ударил, говорит. А 999 я взял за то, что, куда ударить. Вот такая народная мудрость. Ну, в общем, вот я засверлил, оставил. Будем теперь проверять. Ну, что можно сказать. Всё здорово. Всё отлично. Единственное, сейчас вот эти вот крепления я докручу до конца, чтобы у нас осталось по минимальному. Вообще по минимальному. Потом подрежу. Подрежу сам уплотнительный чехольчик. Обязательно нужно положить этот, как он называется, сам унитаз не на керамическую поверхность, а подложить что-нибудь. Вот тряпочку, я не знаю. В общем, что-то можно придумать в этой жизни. Ну, всё. Упёрлась в стенку. И больше не удалось. Как вы думаете, что дальше делать? Конечно же, пилить. Пилить мы будем чем болгаркой. Сейчас кто-нибудь скажет, блин, на хафеле, болгарке, на новой пленке. Неточку. Ребят, вы не угадали. Да, и такой бывает. Ну, а куда деваться? Ничего не сделаем. Ничего не сделаем. Убираем. Убираем. У нас тут парка. С сантехники труб нету? Полтинник. Полтинник от чего? Трубы? Да. Есть. Есть. На этом. На балконе. Что там? Да. Где-то, где-то. А, где-то. Это не гейдит. А, где-то. А, где-то там. Супи. А какая-то, где-то там. А, где-то там. Убор, где-то там. Прицел. Продолжение следует... Продолжение следует...